МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа ЖКС «Жилищно-коммунальные советы». Советы по строительству, ремонту и сфере ЖКХ в целом. В студии Тимофей Вагнер, Гульнас Мениханова. Сегодня у нас в гостях первый заместитель генерального директора ипотечного агентства Республики Татарстан Дина Софиулина. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема сегодняшней программы «Ипотека без господдержки». Я больше чем уверен, что этот квартирный вопрос тревожит всех и до сих пор. И многие из вас рассматривали варианты ипотеки, где брать, как брать, какие ставки, какие проценты, кто-то следит, кто-то не следит. Сегодня мы подробно об этом поговорим. А основной вопрос, который мы хотим задать непосредственно вам, скажите, пожалуйста, если вы уже сталкивались с ипотекой, расскажите свою историю. Вам дали, не дали, какие проценты платите, накладно, не накладно, где лучше, где хуже. В общем, рассказывайте все, что связано с вашей ипотекой. Телефон прямого эфира 511-99-66, 8800-532-55. Всю программу говорим о ипотеке. Но в связи с экономической ситуацией, мне бы хотелось уточнить вообще, что же происходит с ипотекой вот в этом году, перед Новым годом. Есть ли всплеск, нет ли всплеска, на ком уровне мы держимся. Что касается рынка ипотеки в Республике Татарстан. Прежде всего, хочу сказать о некоторых итогах, которые у нас на сегодняшний день наблюдается. Основная положительная тенденция, что у нас рынок ипотеки выровнялся все-таки и вернулся к уровню 2014 года. А это сколько в выражениях, каких-то показателях? В квартирах, в процентах, в деньгах. Да, можно сказать, лучше тогда скажу в деньгах. Если мы сравниваем уровни 2014-2015 годов, то есть сравним последний успешный год, который у нас был до этого 2014-го, и последующий, который провальный, который пришелся на период кризиса 2015-го, то можно сказать о том, что количество выданных кредитов в 2014-м году составляло порядка 40 тысяч штук, а в 2015-м это уже было порядка 30 тысяч штук. А сейчас? Да, примерно на 30% было снижение. Сейчас мы наблюдаем тенденцию к возврату к 2014-му году. Соответственно, количество кредитов за 10 месяцев, если 2015-го года составляло 22 тысячи кредитов, то в 2016-м году составляет уже 28 тысяч кредитов. Соответственно, мы на те же самые 30%, на которые упали в 2015-м году, на те же самые количество процентов и поднялись. То есть в настоящее время можно говорить об устойчивой тенденции к выравниванию рынка ипотеки, то есть к тому, что и уровень покупательства способности граждан, и уровень ипотечных ставок, он возвращается к докризисному. А вот причина как раз вот этому подъему выданных кредитов и выданных ипотечных кредитов, все-таки в чем причина? Почему люди обращаются? Банки виноваты. Банки такие хорошие проценты дают или как? Да, совершенно верно. То есть банки давали хорошие проценты, хорошие проценты. Ставка была, и это все связано с тем, что было правительством Российской Федерации запущена программа государственной поддержки. А в чем она выражалась? То есть в чем выражалась программа? Если мы вспомним, то из-за чего пошли вот эти все панические настроения, паническое состояние экономики, в связи с тем, что Центробанк поднял тогда ключевую ставку до 17%. Соответственно, что такое ключевая ставка? Это когда банк для того, чтобы обслуживать население, должен брать, у Центробанка он берет под 17% кредит для себя и уже потом возвращается с какой-то определенной маржой, выдает кредиты гражданам. Соответственно, при таких условиях, при 17% ипотечная ставка для граждан могла быть не ниже 20%. Это ужас. Это ужас. Как потребительский кредит. Да, соответственно, поэтому в 2015 году, в первом полугодии, мы практически не наблюдали никакого там роста, только спад-спад-спад шелопатическое кредитование. Соответственно, была предусмотрена, была придумана вот эта программа государственной поддержки. Она предусматривала, что банк выдает гражданам кредиты по ставке не выше, чем 12% ипотечные кредиты. И вот эту разницу между ключевой ставкой и 12% банки по факту выдачи получают в денежном выражении от Министерства финансов. То есть на это были предусмотрены бюджетные средства. Но сейчас же ставка снижена и говорят, еще будут снижать. Говорят, что вообще-то поддержки там государственной не будет. Что дальше? Да, то есть сейчас мы видим, что ставка ключевая выровнялась, она уже давно не 17%. И, соответственно, сейчас уже правительство просто не видит смысла в том, чтобы продлевать эту программу, потому что нет, соответственно, первой причины. То есть нет вот этого, так скажем. Потребности для банков. Да, я полностью согласен. Тем более банки какие-то у нас отбирают лицензии и так далее. Остаются у нас основные. Поэтому и ставка рефинансирования. Я полностью согласен. Но тем не менее, при вот этих всех условиях, в любом случае, человек, идя в банк, он рассматривает. Это я сейчас задам самый попсовый вопрос. Но я больше чем уверен, сейчас все наши зрители, они хотят. Почему ставка по ипотеке там 3,5%, а у нас черт знает сколько? Где 3,5%? Ну, там всякие Европы и так далее. Ну, потому что, если даже мы рассмотрим там самые успешные, самые хорошие годы в российской экономике, то у нас ставка ключевая никогда не опускалась там ниже 8-9%. Соответственно, если банки заимствуют деньги у Центробанка по таким ставкам, которые там сейчас стоят 11%, соответственно, он не может выдать ипотечный кредит по ставке ниже, чем ключевая ставка. Поэтому мы всегда, когда говорим об ипотечном кредитовании, о ставках по ипотечным кредитам, мы должны ориентироваться именно на ключевую ставку Центробанка. Потому что рекламу иногда смотришь, и там прямо типа ипотека 6% и думаешь, как так-то? Ну, там, видимо, что-то еще внутри заключено, наверное, еще плюс. Или это просто рекламные штучки? Эти штучки могут быть не рекламными, но они могут иметь следующие, ну, там, нужно учитывать следующие. То есть сейчас очень часто мы смотрим, когда на конкретные проекты жилищного строительства даются специальные ставки. Ну, то есть рекламка выражается в таком-то, значит, проекте, купить, значит, квартиру в ипотеке, поставить там, например, 8-8,5%. Ипотеку выдает, причем какой-нибудь довольно известный федеральный или, там, республиканский банк. За счет чего удается такой ставки достичь. Дело в том, что, значит, банк, выдавая ипотечный кредит, он все равно рассчитывает на ту, значит, определенную... Помощь. Вот этот уровень доходности и обсуждает размер той ставки, которая была бы интересна гражданам. Ну, то есть для того, чтобы привлечь как можно больше покупателей в проект. И дальше разницу между ставкой с доходностью и, значит, ставкой, которая планируется использовать в рекламных целях, это разницу компенсирует застройщик. То есть это не за счет потребителей, это за счет застройщика. То есть застройщик, который заинтересован в собственных продажах, он идет на некую компенсацию вот этой процентной ставки для того, чтобы увеличить... Значит, в большинстве своем это даже не рекламная штучка, но, на самом деле, реальные предложения на рынке. Опять же, условий целая куча. Если у застройщика есть карманный банк, тогда как бы теоретически, да. Даже не карманный банк, а хорошее оборотное средство. Ну, это очень много подводных камней, потому что ипотека, это кажется, что вот, иди, бери. Я шесть раз пробовал, не отказывай. У нас телефонный звонок 511-99-66. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас високует Валерий Александрович. Ну, во-первых, всех присутствующих с наступающим новым 2017 годом. Всех благ вам, здоровья, удачи в ваших хороших начинаниях, в ваших делах. Ну, и, конечно, и все равно я возвращаюсь. Здоровья вам всем. Ну, а вот по кредитам, по ипотеке, я скажу так. Я сам получал как-то квартиру. Вы знаете, как ни странно, я возвращаюсь к Советному Союзу не из-за того, что я там родился, а из-за того, что там есть что-то взять. По образованию, по медицине, кстати, по строительству. Вы посмотрите, мы платили 1200, я платил за двухкомнатную квартиру. Первый взнос. А ведь надо было 5600 всего выложить. А потом 15 лет выдерживали, то есть из нас вычитали. И сейчас, кстати, где-то 75-80% было подъемные кредиты, а не эти кредиты-удавки. Сейчас народ, понимаете, продает с себя все буквально до нитки. А раньше можно было спокойно, все-таки народ вот 75-80%, средние все жили одинаково почти, будем так говорить, да, и могли себе позволить построить двухкомнатную, однокомнатную, ну, трехкомнатную там редко уже было. Но, тем не менее, квартиры. Вопрос. Почему бы не вернуться к той системе кооперативов, которые были в советские времена? Почему бы не брать в советские времена хорошие образования, здравоохранения, и, значит, детское, значит, воспитание? И, да, там много можно было, понимаете, что-то. Ну, почему мы уперлись в какой-то там запад и все? Да провалились и пропали, в конце концов-то. Мы же сами с усами, ребята. Спасибо. Ну, вот Тимофей. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, на самом деле, может быть, есть ли какие-то интересные проекты, кооперативы в Советском Союзе? Какие варианты сейчас есть, на самом деле? Предусматриваются ли какие-то очень маленькие проценты и на тоже большую такую рассрочку? Да, и мне кажется, это тут в основном от застройщика это все идет, а не от банка. Ну, или в тандеме как-то все это. Спасибо за вопрос. Значит, что касается каких-то альтернативных механизмов финансирования, кроме ипотеки. Дело в том, что если мы говорим об ипотеке, то здесь мы говорим о залоге жилья. Если мы говорим о каких-то накопительных кооперативах, которые в настоящее время, этот вопрос, он рассматривался и на уровне Министерства строительства Республики, Татарстан и на уровне Министерства строительства Российской Федерации. Дело в том, что в вопросе жилищно-копительных кооперативов мы постоянно упираемся в какие-то рамки, которые не позволяют взять средства в достаточном объеме без соответствующего залогового обеспечения. Почему? Дело в том, что когда человек берет ипотеку, он берет кредит и в залог предоставляет собственную квартиру. То есть квартиру, на которой взята ипотека. Поэтому удается возможность держать ставку на таком сравнительно небольшом уровне и постепенно выплачивать кредит. Как правило, кредиты выплачиваются в течение 10 лет. Поэтому это не такой большой срок. И переплата большая. Если мы говорим о размере кредита и сравниваем с стоимостью квартиры за наличные, переплата большая. Но это не такие огромные средства, если бы ставка была в 2-3 раза выше. Если говорить о жилищно-коперативных кооперативах, то там ведь в чем вопрос? Там организация должна собирать в течение какого-то времени средства от своих собственных сотрудников и на эти средства каким-то образом эти средства инвестировать в строительство жилья. Если говорить об инвестициях в строительство жилья, мы здесь должны говорить о том, что у организации должны быть либо средства в достаточном количестве, но в необходимом объеме, которые могли бы финансировать строительство, либо о каких-то залогах, которые могли бы эти средства привлечь. Сам при себе жилищно-коперативный кооператив не создает какого-то залоговую массу для того, чтобы иметь возможность обеспечить финансирование целого жилого проекта. Вот именно поэтому на сегодняшний день ипотека является единственным и самым доступным механизмом для решения жилищных вопросов граждан. А что касается, например, на самом деле господдержки в 2017 году не будет. И вот зная это, не будет ли какого-то всплеска на рынке продаж, не увеличится ли количество берущих людей ипотеку, зная о том, что возможно в следующем году процентная ставка увеличится? И будет ли вообще в 2017 году увеличение ставки процентной? Этот вопрос действительно обсуждался, потому что сегодня на уровне правительства Российской Федерации никаких программ дополнительной государственной поддержки ипотеки не предусматривается. То есть рассматривается вопрос о том, что возможно может быть будет какая-то поддержка, но точно это будет не та самая господдержка, о которой мы говорили ранее, потому что ключевая ставка уже не та. И точные механизмы пока не есть. А есть ли какой-либо, не знаю, может быть прогноз на 2017 год, будет ли меняться процентная ставка? Или нет таких-то прогнозов? Таких прогнозов нет. Единственное, вот о чем вчера говорил министр строительства Российской Федерации Минь, он говорил о том, что прогноз АИЖК Московского в настоящее время в связи с возможностью удешевления вообще процедуры, связанной с ипотечными ценными бумагами, что стоимость ипотеки, значит, ключевая ставка по ипотеке, она может достичь к концу следующего года уровня 10%. Но это, опять же, очень такие прогнозные данные, то есть мы не можем на них опираться, как на 100%, которые подтвердятся достоверные. Поэтому, возможно, когда программа господдержки утратит свою силу, и когда люди уже не смогут брать кредит точно по 12%, а мы знаем, что многие банки, имея собственные средства, уже варьируют. То есть, например, у нас в АИЖК Республики Татарстан ставка идет от 11,5%, хотя ставка по господдержке 12%. Аналогично ставки предлагают и крупные федеральные банки, также на рынке Республики и вообще, в принципе, по всей России. Когда программа господдержки закончится, первое время банки еще будут выдавать кредиты по вот этим низким ставкам, имея какие-то свои резервы. Что касается дальнейшего развития рынка, возможно, если даже и увеличится, но на какой-то короткий срок проценты ставки, но тоже не на большой период. Поэтому я думаю, что банки вынуждены будут учитывать покупательскую способность людей. То есть, ставки уже не будут расти на том уровне, на котором мы видели в 2015 году. То есть, я думаю, что тенденция будет либо к сохранению текущего уровня ставки по ипотеке, либо к чуть-чуть снижению. Я вот еще думаю, что это же выход на самом деле, если мы возьмем специалистов, проблема. Утечка мозгов, там у нас все уезжают и так далее. Ну, вот они специалисты. Вот построить им дом или условия те же самые. 15 лет, если ты проживешь, то это твоя квартира. А вот арендное жилье, например. Ты же живешь в этом... Арендное жилье. И строится для работников инополиса, для заводов, там, Менделеевск, например, да, там, Аммоний, для других заводов. У них тоже так же предоставляется жилье. Они просто арендуют, пока живут и работают в этом заводе, и там проживают. Ну, просто у них не в наем. Точнее, наоборот, оно в наем, они его не получают собственность. Ну, привязать просто человека к квартире. Не ставками, не вот этим долгом. А то, что если ты находишься на предприятии, или если ты работаешь или живешь в определенном месте, только потом, через 15 лет, эта квартира твоя. Ну, не через 15 лет, например, есть соципотека. Тоже так же, например, Казаньорксинтез, один из примеров, да, он тоже так же для своих сотрудников. Они выдают так, вот, и получают квартиры, строятся дома, и пока ты там вот работаешь, ты вот выплачиваешь. И там нужно даже, например, отставить в очереди, а потом подтвердить о том, что ты работаешь до сих пор на Казаньорксинтез, и только потом тебе выдают квартиру. А еще вот такой вот вопрос. Сейчас все чаще я слышу именно от застройщиков, что понятие не ипотеки, а рассрочки. Вот. В чем разница-то? Да, как для человека, который задумался. Ну, на самом деле банк – это некий посредник. А тут я напрямую у человека как бы покупаю квартиру. Где там хитрости, подводные камни? Хитрости подводных камней здесь на самом деле нет. Просто здесь разница в сроках. То есть, если человек берет ипотеку, то он вправе рассчитывать на более длительный срок. Ну, например, в среднем от 10 до 20 лет берется ипотека. Если мы говорим о рассрочке, то у застройщика нет какой-то временной способности предоставлять деньги, то есть кредитовать застройщика на длительный срок. Как правило, это бывает рассрочка на 1, на 2, ну, максимум на 3 года. То есть для того, чтобы стимулировать продажи, застройщик идет на то, чтобы выдать вот эту рассрочку. И возможно она без процента, возможно там небольшой процент какой-то идет. Но чтобы получить тот же доход, который застройщик рассчитывал получить от квартиры, но более чуть попозже. Потому что если он продает квартиру в ипотеку, то застройщик получает доход свой сразу. Потому что 100% в том месте квартиры ему сразу же возвращается. Если в рассрочку, то это чуть-чуть отложенный платеж. А сколько у нас вообще в республике берут квартиры в ипотеку? Людей, да. И вообще это популярная штука у нас в республике? У нас в республике это очень популярная штука. За 10 месяцев 2016 года, на сегодняшний день пока только такие данные есть, по данным Центробанка. У нас вообще количество выданных кредитов это 28,28 тысяч штук. То есть практически... Это в тысячи штуках. У тебя есть, например, миллионок или в квартирах? Просто тысячи штук. 28 тысяч. А сколько квартир у нас сдается? Вот это, ну то есть если говорить на сегодняшний день, это практически, ну больше же, я думаю, где-то 32-33 тысячи ипотек. Если говорить о сумме кредита, то есть на какую сумму это выдано, то примерно на 40 миллиардов рублей. Это за 10 месяцев этого года. Нет, тут надо посмотреть вообще, сколько у нас застройщики выдают квартир в год. Вот строят. Сколько квартир строится. Из этого, значит, из этих 40 миллиардов рублей 40% это новостройки. То есть из этих практически 30 тысяч квартир 40% новостройка. На самом деле ипотеку брать на хрущевку, это, по-моему, трудом, нет? На хрущевку, ну почему, если у меня нет других вариантов. А, кстати, по поводу спроса также на... спроса на жилье и факторов, которые влияют вообще на рынок. Какие можно обозначить, например, что влияет на рынок жилья? Где это можно взять ипотеку? Где это можно взять рассрочку? Какие механизмы есть? И вот факторы, я по-другому даже обозначить не могу. Факторы, влияющие на спрос. Ну, на спрос влияет, во-первых, конечно, покупательская способность граждан. Во-вторых, это ставки. То есть тут уровень ставок, который банк может дать, чтобы человек взял ипотеку. Вот вы затронули еще вопрос. Вопрос по поводу вторичного рынка. То есть как выгоднее взять квартиру на первичном рынке или на вторичном рынке? То, вы знаете, здесь вопрос в том, что в начале года, даже еще в начале 2016 года, на вторичный рынок были ставки гораздо выше, чем на первичный рынок. Почему? Потому что по причине вот программы господдержки, поскольку господдержка, она, программа эта была направлена даже не сколько на поддержание рынка ипотеки, сколько на поддержание всего строительного сектора России в целом. Поэтому она была направлена только на, значит, получение, на ипотеку на первичном рынке для того, чтобы граждане покупали квартиры и тем самым могли финансировать застройщиков для того, чтобы застройщики смогли завершить строительство жилищных проектов. Соответственно, на вторичном рынке никакой программы господдержки не было. И там вот ставки колебались сначала на уровне 17-20%. Поэтому вторичный рынок просел. Значительно просел. В настоящее время ставки выровнялись. Если говорить на примере программы АИЖК, то ставка на покупку квартиры на вторичном рынке в настоящее время составляет 12-25. То есть мы, как видим, разница небольшая. Один с половиной это на первичное и 12-25 это вторичное. То есть разница небольшая. Это вполне доступные инструменты для приобретения квартир. Чем вообще тогда ипотека отличается от, может быть, какого-то кредита? Смысл это тот же самый. Там деньги, там деньги. Смысл в залоге. То есть на самом деле слово ипотека это залог недвижимости. На самом деле у нас просто принято в обиходе называть ипотеку это кредит на покупку жилья. По факту ипотека это любой залог недвижимости. То есть как недвижимость относится помимо жилых помещений также не жилые помещения, земельные участки, предприятия и так далее по гражданскому кодексу. Поэтому это одно и то же. А хорошо, может ли сейчас эта экономическая ситуация тоже на самом деле, что уж скрывать-то нестабильно. И с банками вся ситуация это. А что касается ипотеки, станет ли это каким-то драйвером развития экономической ситуации вообще в республике? У нас же осталось очень мало банков, таких прям уже основных, которым люди доверяют. Будет ли это каким-то драйвером и развитие нашей экономики в республике? Вопрос очень актуальный в настоящее время, потому что мы сейчас как раз наблюдаем вот эти события в экономике республики Патерстан. Я могу сказать, что они сказываются на рынке ипотеки только в краткосрочной перспективе. На примере, опять же, нашей организации у нас около 80% клиентов, которые должны были взять ипотеку в этом месяце, они приостановили пока свои сделки до того момента, когда выровнится ситуация с банками. То есть они не планируют совсем там эту покупку отменять или там как бы не боятся каких-то ставок или еще что-то. Вот они говорят, мы просто пока чуть-чуть подождем. Вот у нас все там устаканится, да, и мы потом возьмем у вас ипотеку. Ну, чуть попозже, вот не сейчас. Вот. Поэтому, что касается такой экономической периодов экономической нестабильности, то мы здесь должны также помнить о том, что банков на самом деле же. То есть вот тот кусок пирога, условно, тех клиентов, которые должны были получить ипотеку в тех банках, они просто перейдут в другие банки. И другие банки, может быть, там более крупные или более известные там на федеральном рынке, они просто предлагают, ну, ставки примерно сейчас у всех аналогичные, вот, примерно аналогичный продукт, то есть просто те клиенты перейдут в другие банки. Соответственно, в дальнейшей перспективе это никак не скажется абсолютно на рынке ипотеки. В короткосрочной ипотеке это просто чуть-чуть затормозит вот количество выданных кредитов. Но благословивающая перспектива это все выровняется. В любом случае, я так понимаю, что при ипотеке последнее слово за банком. Не за застройщиком, не за покупателем, так? Да, конечно, потому что источник финансирования у нас только один банк. Да. Ну, на этом мы закончим сегодняшнюю программу. Назвалась «Ипотека без господдержки». Друзья, если у вас остаются вопросы, можете писать нам в группу. А на этом прощаемся ровно на одну неделю. Это была программа «ЖКС». До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова